Арсен, привет, дорогой! Добрый вечер, Сергей! Сегодня 2 января, и вот мы решили приготовить хлеб именной к Новому году. Поздравить всех с Новым годом хлебом, который испекается в таком помпейской печи на дровах, который редко кто может сделать в наше время испечь хлеб, и чтобы было на нем надпись с Новым годом. Валентина, расскажи, что ты сейчас делаешь. Подготавливаю полтора метровый хлебушек. Раскатываю тесто. Он такой будет полтора метра, да? Ужарится немножко, уменьшится. А вы хлеб делаете на какой муке? Вышесор. Вышесор, да? Вышесор, да. Мука, вода, дрожжи и тепло. И почему мы вот такой выпекаем хлеб? Потому что мы идет сейчас подготовка к каналу. Ролик снимаем для нашего канала. На нем будет надпись, которую вы увидите попозже. Мы будем небольшой сюрприз сделать для наших подписчиков. И выпекается вот хлеб в тандыре. Сегодня несколько часов мы топили в тандыре, чтобы он окорился. И сейчас будем готовить. На нем писать кунжутом. Давайте я раскрою карты. Кунжутом будем писать с Новым Годом. Поздравляем вас. И вот такой прекрасный день, 2 января, мы решили таким способом поздравить наших подписчиков и зрителей, кто смотрит нас и Сергея. Поздравить вас с Новым Годом. Написав кунжутом на хлебе. Поздравляем вас с Новым Годом. 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 Пару часов, что часто поднялось, мы уже на наш противень поставили, а это противень, когда в помпейскую пепель заходит. И мы сейчас на нем будем кунжутом писать слова «С Новым годом!» И вы увидите, как это мы все делаем. Подготавливаем, делаем. Как говорится, мы любим наших зрителей, кто смотрит нас. Поэтому мы вот в этот выходной праздничный день решили, как бы, приготовить кулинарный такой хлеб «С Новым годом!» Это наши чернила, чем мы будем писать на нашем хлебе. Вот такие желтые чернила у нас. Все, наши чернила готовы. Пойдем писать. Все, супер! С Новым годом! И годом подкруновым идет. Вот здесь оставляем. Го-дам! Орнаментный, да, так? Да, это по бокам вот так идет. Как раз не даст ли подняться, чтобы буквы наши не стерлись. Пусть красиво будет, с цветочками. Праздничные же, с цветочками будут. Главное, чисто это все написать, чтобы нигде не капнуло. А то кунжут приклеится именно... Поэтому надо аккуратно тоже писать. Сальвадор Дали тоже был художником. Арсен Дали художник, который пишет с битыми яйцами на хлебе. У Арсена идет своя съемка, у него свой блог на ютюбе. Смотрите обязательно Арсен Дали. Набирайте в ютюбе. Очень много полезной информации, как готовить мясо и много других вкуснейших продуктов. Большую часть продуктов можно отпробовать здесь, в Щелково, в круглом рынке ресторана Арсена Дали. У нас готовятся шашлыки, барбекю, юля-кебаб, копчености. Сегодня готовили пробный хинкали. Тоже много что есть интересное. Поэтому следите на наших каналах. Мы не будем останавливаться только на одних блюдах. Мы постоянно будем добавлять много интересного. Поэтому мы часто в нашем инстаграммах, ютубах и посетителям, кто приходит к нам в кафе, мы всегда задаем вопрос, что вы бы хотели поесть. Мы любое блюдо приготовим вам. Просто заранее предупредите, чтобы вы могли это все приготовить. Мы все, подсыпаем кунжут и начинаем писать название, что мы хотели написать. А что, а почему это кунжут? Потому что на белом будет красиво видно. Кунжут, тем более с хлебом, это будет очень вкусно. Обычно хлеб, когда выпекают, кунжут добавляют. Но мы именно черный добавляем. И сейчас мы что будем делать? Мы сейчас так подсыпаем, и с помощью фена мы начинаем писать на нем буквы. Мы просто сейчас вот так закидываем, и смотрите, что получится сейчас. Она надпись уже высвечивается. Да, а когда я начну феном делать, и вот сейчас все будет сыплется туда, и уже будет появляться надпись. Ждем долгожданную надпись. Не на камере, спасибо. Смотрите, самое интересное, что нам не надо будет, смотрите сейчас, что будет. Появляется надпись, я сейчас феном буду его уже более делать контрастным. Видишь, как появляется, с помощью магии появляется надпись. И теперь смотрите, что будет. Получается магия. И мы под этим феном начинаем писать, и сами кунжут начинают находить свое место. Все, принципы у нас готовы. Тандырь готов. Остается его готовить. Клеб выпекать, наконец-то. Не всем в печь, да? Да. Все готово. Остается немножко дописать с нашим феном, и все готово. Боже, благодарим Тебя за все. 10-15 минут. Будем ждать. Луча. Спасибо. Об моих путешествиях. Будем ждать. Парк. 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 Печка. арсенка получилось скажи отлично по аромату вообще идеально сейчас подготовили масло сметану арсену как получилось все в отличный аромат уже по запаху и аромату начинаешь видеть и чувствовать для наших подписчиков приготовили смотри такой большой красивый хлеб с надписью с новым годом дорогие наши подписчики кто нас смотрит с новым годом вас просто от души желаю всех всем с новым годом будьте счастливы будьте здоровы и что все ваши мечты сбились спасибо вам что вы славы